Сегодня трагически оборвалась жизнь нашей коллеги, телевизионщицы, удивительно доброго, светлого и солнечного человека Ольги Шапаровой. Ольга всю жизнь работала на телевидении, вела собственные проекты. Одна из первых в регионе создала свою рекламную программу, все время придумывала новые проекты. У Ольги было много планов на жизнь, которым уже не суждено сбыться. О том, где и когда состоится прощание с Ольгой Шапаровой, будет сообщено дополнительно. Сегодня утром на трассе М8 в Холмогорском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной версии водитель одной из иномарок не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с другой легковушкой. В результате ее выбросило в кювет. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Одного из пассажиров пришлось извлекать спасателям. При помощи гидравлического инструмента частично удалили крышу, отжали переднюю панель, пострадавшего извлекли. Все обстоятельства аварии выясняются, пострадавшие находятся в больнице. На сентябрьской сессии регионального парламента внесены изменения в областной закон об организации деятельности в сфере защиты прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Поправки предусматривают преференции для инвесторов, готовых закончить возведение проблемных домов. В частности, это предоставление без торгов в аренду земельных участков. Инвесторы уже проявили интерес к одной из скандальных строек поморской столицы – жилому комплексу «Соната» на пересечении улицы Галушина и Московского проспекта. Вот если сейчас так называемый пилотный проект, вот эти первые заявки инвесторов, первая, я бы сказал, заявка инвестора, получит свое продолжение, да, ну вот на сегодня пока в этом не приходится сомневаться, вот эти изменения в законе, они позволят разрешить проблему уже, так скажем, людей, которые попали в положение обманутых дольщиков. В реестр обманутых дольщиков Архангельской области внесено 116 человек. Подробнее на эту тему смотрите в вечернем выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-центр. Свой 70-й день рождения отметил народный мастер России, лауреат премии президента, почетный гражданин Архангельска Владимир Бурчевский, выпускник Архангельского технического училища. Он в 1980 году создал первую в стране мастерскую декоративно-прикладного творчества. Спустя еще 10 лет в поморской столице появилась детская школа народных ремесел. Северяне знают ее как школу Бурчевского, которая располагается на Чумбаровке. Я еще раз убедился, что все-таки я счастливый человек. Счастливый и домышленниками. Очень много. И среди педагогов, и среди мастеров в области, и среди наших учеников и выпускников, которые сегодня занимаются. Я считаю, что это все равно армия. Чем больше, тем больше бальзам не насятся. Сегодня активисты движения Стоп Наркотик проведут рейд по уничтожению надписей, рекламирующих запрещенные наркотические и психотропные вещества. Присоединиться смогут все желающие. Организаторы ждут горожан в 18 часов у кинотеатра «Русь». Не забудьте взять с собой перчатки и краску. В Архангельске завершился всероссийский турнир по боксу. В памяти Александра Рыбина и Евгения Антуфьева за призы сражались более 80 лучших боксеров из шести регионов России. Спортсмены состязались в трех возрастных категориях. Почетным гостем турнира стал чемпион мира Григорий Дрозд. Есть ребята очень приличные, и я прям вот смотрел с интересом. Иногда бывает так, что приезжаешь на соревнования и немножко скучновато. На вашем турнире вот мои товарищи не дадут как бы соврать, были моменты острые, зал гудел. И вообще уровень и школа бокса в Архангельске видна, и она высокая. Кто же стал победителем и призером турнира вы узнаете из вечернего выпуска «Автографа дня» в 19 часов 20 минут. Без грантов, субсидий и подрядчиков в Архангельске неравнодушные горожане своими силами обустроили спортивную площадку. От идеи до реализации прошло всего пять месяцев. Материал для спортплощадки собирали всем двором. Вход шли и битые строительные кирпичи, асфальтовая крошка, они легли в основание поля. При этом никакого вложения денег. Выходили выходные, мужчины таскали кирпичи. Мы по сильную помощь с детьми тоже предлагали свою. Поэтому получилась такая площадка. Открыть площадку жители решили по всем канонам торжественных церемоний. Благодарили партнеров. Это свыше 30 организаций. И, конечно, говорили спасибо друг другу. После чего был дан старт первому дворовому турниру по волейболу. Инициаторы проекта в скором времени представят весь алгоритм обустройства спортплощадки. Образцы документов, перечень необходимых согласований. Хотя, как признаются, самое главное – это победить равнодушие и объединить всех в команду. Эта идея появилась как жизненная потребность. Мы увидели, что у нас растут дети, которым нужно заниматься спортом. И при всех мерах государственной поддержки, все-таки, если территория принадлежит ПСЖ или управляющей компании, конечно, нужно искать общественные механизмы и их реализации во дворах. Мы привлекли инициативных людей, партнеров, провели собрание нашего ПСЖ и приняли решение, что кто, если не мы, мы должны взять все в свои руки. В следующем году жители займутся обустройством резинового покрытия на площадке. Чтобы заниматься спортом было безопасно, предстоит и монтаж ограждения поля. В планах – проведение дворовых турниров не только по волейболу, но и по мини-футболу и баскетболу. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите. Ждем вас на Ломоносова 154. Сейчас в Архангельске облачно с прояснениями. Ветер западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6 градусов. Самые актуальные новости на телеканале ПС каждый час. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...